Друзья, поехали. Здравствуйте, Татьяна. Уважаемый Валерий Константинович, можно ли посадить грушевое дерево рядом с черешей? Черешей на расстоянии полтора-два метра. Не угнетает ли одно и другое? Да, угнетет. И груша, если настоящая груша, если нормально развивается. Или подвой у нее мощный, или она корнесобственная, мощная. Это очень мощное дерево. Но я знаю, потому что если на нем мы, как обезьяны, лазили на них, оно того стоит. В Сибири, конечно, этого нет и близко. То есть черешня у нас есть в количестве, несколько десятков штук на всю Сибирь. А залазить на нее уже не залезешь. А вот груша тоже мощное дерево. И они друг другу будут мешать. Полтора-два метра нельзя. Вот, учитывая, что мы берем идеальные случаи, когда нормально развивается, когда за 10 лет вырастет на высоту 10 метров, пожалуйста, делайте хотя бы 4-5 метров. Хотя бы. Я понял так, что ваш вопрос вызван тем, что некуда садить. Так. Антон Сахронов. Мы готовы. Так. Юрий Железов. Здравствуйте. Леонид Мухтяров. Всем привет из Казахстана. Витарь Казаков. Здравствуйте. Марина Ходина. Привет из Иркутска. Вознецов. Здравствуйте. Александр Выборг. Лет 15 назад мама призвала с Карелия с сестрой снимки улиток, похожих на виноградных. Ой-ой-ой. Мы тогда дивились и даже завидовали. Сейчас эти сезоники заполнили все виноградскую область. До нас они еще не добрались. Похоже, скоро доберутся. Все ягоды покрыты слизью. Невозможно поесть неваленную смаранью. Так, сезоники, для меня это совсем новое дело. Груши этих. Грибах маленько разобрался. Как избавиться от улиток? Главное, я одно знаю, у нас они появлялись сезоники только когда было очень-очень влажное лето. Тогда да, тогда они появлялись. и стоило только засветить солнышко, они исчезали. То есть добираться им до нас не надо. Они везде сущие, они везде есть. Вопрос только где они могут жить, развиваться, а где они буквально угнедены. Вот, так что наверное главная причина главная причина это влага. Это я точно знаю. Влага это главная причина. Как я убедился, дерево, дерево на нормальном расстоянии, скошено. Трава косится мною где-то 3-4 раза за лето. Выросло по колену, косится. Влаги там задерживаются почти негде. Холмы. Мы же про сад с вами говорим. Тут можно не бояться их. Про виноград, а виноградные улитки. Так, а что касается малину смородину, наверное их тоже надо как-то осветлять. Обычно малиновые кусты и смородины они загущены капитально. Поэтому частично я просто рассуждаю как бы общее понятие. То, что не может никак не нарушить и использовать. И малина и смородина проезжаются в отличие от веток на дереве, то, что я ненавижу сам, ненавижу. Это когда их вместо Бога решили, что Бог настолько неумелый чуть не сказал человек, Бог настолько неумелая личность, сам Бог сотворил уродливое дерево. Практически ни одно дерево не выдерживает критики, его надо обязательно там вот эти девять видов веток, что заставляет отрезать Тимирязевская академия, девять видов веток. Туда нельзя, сюда им расти нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя, внутрь нельзя, вообще ничего подается под соусом науки, подлость предательства, что это на самом-то деле. А оно подается им таким образом, а вот кустарники тут совсем другие правила, но даже они нуждаются как по неволе. Вот возьмем, извините, что подробно говорю, возьмем, мы упомянули, что напала эта зараза на смородину. Смородина, куст, он довольно густой, а значит держит лаву, значит плохо проветывается, но по железу начиная с пятого года, каждый смородиного куста отрезается, не поверите, лучшая, самая за пять лет она еще достигла только совершенства, она мощная, она покрыта максимальным количеством плодов, самая мощная ветка, начиная, ну пусть лада с пятого, шестого года, ладно, шестого года вырезается полностью самая лучшая ветка, которая доминирует над всеми, ей на замену растут другие, но куст осветляется и омолаживается, начинает вот так уж никуда не денется, смородина крупноплодная, искусственное создание, и коли она искусственная, мы вынуждены вот эту искусственность поддерживать все остальное все резать, резать, в отличие от яблок, куда я говорю, от него у вас секатор, ваши пальцы по обрезаю, все открывать, не подходите к дереву, здесь наоборот, надо осветлять, и вот обычно это не происходит, то есть вот кусты, 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 раз, садят под забором, это святое, что в разе станут куст смородины на это, никогда, но, с одной стороны, нужна влага смородине, нужна, она, влага для нее, это составляющая, максимальная влага, она ее не боится, тем больше ульете, тем ей, она еще спасибо скажет, но как это сделать так, чтобы и проветривалось, и влага была, вот умудритесь так, тогда у вас, это, там селезняков не будет, так, малина, то же самое, знаете, как она моментально загущается, а малина, она же плодоносит, как, вот 10 кустов растет, я не, вам не нужно 10 кустов, вы должны 5 из них отрезать, 6, 7, остались 2, 3, 4 мощных кустов этих, ветки, и еще, отрезали на 1 треть, тогда она покрывается, первый год, множеством цветов, видите, все наоборот, чем с этим, деревьей, там не подходи, руки обруглю, а здесь наоборот, и, дала плоды, от плодоносила, заметьте, никакой загущенности нет, я же сказал, из 10, 6, 7 отрезали, обычно вот так растет, вот так, вот так, 6, 7 отрезали, но, ягоды, на них будут крупные, отборные, им хватит сахара, они будут сладки, и, выбросит, опять побеги, а вы из них, а их много выбрасывается, больше, чем надо, опять оставили, штуки 3, и так, от одного куста, до другого, допустим, метр, извините, не будет никаких, никогда, слезняк, не поселится там, где темно, где сыро, где это самое, где до него, никто добраться не мог, вы понимаете, что такое слезняк, ну, тот, кто есть, устрицы, их родственники, устрицы, это родственники, и, этих самых, виноградных улиток, срезняков, которые, хоть, хоть, закручены в это самое, панцирь, хоть без панциря, вот, все это, самая вкусная еда, не верите, спросите у французов, которые лягушки, мы можем даже, и посмеяться, и пошутить, вот так я на ваш вопрос ответил, так, кто-то сожрал абрикос, видимо, мышь, хотя, трава выкашена, нравится, 100 метров, выживайте, не стоит уделиться, давай посмотрим, что же здесь такое, мышь, ух ты, жалко-то, еще и Амур, а раз Амур, может быть и мой, Вахруша, Выбор, это же, это же мой друг, мой ученик, так, слушайте, я не понял, погодите, какой черт, ученик, то, то, что Александр, он, старый мой друг, это понятно, а как он умудрился, все эти патриотты, или он не отрезал, или мне кажется, что скелетные ветки отрезаны, ладно, это другой вопрос, итак, у него получается мышца, я здесь не вижу, этот снимок, меня ничему не научил, я просто ничего не вижу, так, идем дальше, и дальше, и дальше, сейчас, сейчас, сбился я, так, как, так, когда создался, человек, так, и так, нет, он már, он,